В этом видео мы с вами продолжаем рассматривать различные узлы в программе Blender в редакторе шейдеров. Нам нужно познакомиться с узлом, который носит название данные камеры. Когда мы наводимся на заголовок, всегда появляется подсказка. Читайте эти подсказки, в них вся полезная информация по работе того или иного узла. Чем уникален этот узел? Он позволяет нам получить информацию о положении объекта или точки затенения относительно камеры. При этом здесь имеется три выхода. Один из них векторный, может быть использован в качестве текстурных координат. А два нижних это так называемая Z-глубина и дистанция. Их как раз мы можем использовать для создания особого затенения. Сейчас как раз на него и посмотрим. Они работают похожим образом, просто по-разному рассчитываются. При этом этот узел очень часто еще используют для создания пользовательского тумана. Как это делается, я оставлю ссылки в описании. Ну а теперь как раз давайте перейдем к рассмотрению данного узла. Когда мы с вами работаем с процедурными шумовыми текстурами, то у нас по умолчанию используются текстурные координаты генерации. Сейчас у нас в сцене представлена обычная стандартная плоскость, и мы находимся в предпросмотре материалов. Мы с вами сейчас будем использовать векторный сокет данной камеры в качестве вот этих текстурных координат. Переходим с вами в пункт меню «Добавить», «Входные узлы» и находим вот этот узел «Данные камеры». Здесь как раз у нас присутствует вот этот векторный разъем. Это не что иное, как нормализованный вектор из вида камеры. Сейчас мы как раз смотрим на данную сцену, и мы используем камеру вида. Берем с вами, соединяем вектор с вектором вот таким образом. Теперь поизменяйте вид. Обязательно, используя колесо мыши, приближаемся и отдаляемся. Посмотрите, как изменяется как раз отображение данной текстуры. Также дополнительно повращайте эту сцену. Если захотите, также поизменяйте размер самого окна. Вы увидите, что при изменении размера окна также не меняется и не происходит деформации самой текстуры. В неком смысле вот этот векторный сокет чем-то напоминает у нас с вами текстурные координаты окна, которые как раз у нас с вами вот здесь представлены. Очень похожим образом это работает. Но здесь важную роль еще играет также размер самого окна. Поэтому если нам будут необходимы текстурные особые координаты, которые зависят от вида в данный момент, мы можем с вами воспользоваться вот этим векторным сокетом. А теперь, чтобы лучше понять, как работает у нас оставшиеся два сокета у узла данной камеры, нам необходимо с вами будет настроить сцену. Этот фрагмент видео вы можете пропустить и не смотреть. Чтобы нам лишних действий сейчас не делать, давайте выполним следующее. У нас в сцене присутствуют камеры, кубик и источник света. Также я рекомендую все-таки в настройках движка Иви, рендера, Color Management поставить на стандарт, хотя в данный момент это не обязательно. Теперь смотрите. Я сейчас особым образом настрою эту сцену. Мы будем использовать здесь для ориентации. Давайте отрицательную ось Y, когда мы смотрим фронтально на данную сцену. Поэтому положение камеры мы с вами сейчас сбросим. Выделяем камеру и нажимаем Alt-G и Alt-R. Она теперь у нас находится вот здесь в центре и смотрит вниз. Я беру инструмент перемещения и сдвигаю, например, вот сюда. Я ее хочу развернуть. Я буду использовать как раз для удобства вот эти гизмы и инструменты. Разворачиваем с удержанием клавиши Ctrl, чтобы включить привязки на 90 градусов. Когда мы переключаемся на камеру, кликая вот здесь или нажимая нолик на цифровом блоке, мы будем видеть как раз данный кубик. То, что надо. Кубик, конечно, можно оставить, но лучше все-таки использовать сферу. Сейчас как раз мы из этого кубика эту сферу создадим. Также обратите внимание, когда мы работаем с кубиком по умолчанию, в данной сцене, сейчас я его выделю, то у нас у кубика уже присутствует материал по умолчанию. Если нет, то создайте его. Нам будет просто проще сейчас. Теперь делаем следующее. Кубик у нас выделен и подсвечен. Нажимаем сочетание клавиш, например, Ctrl-3. В результате мы автоматически с вами добавляем модификатор Subdivision Surface с тремя уровнями подразделения. Если хотите из данного подразделенного кубика сглаженного сделать сферу, то необходимо добавить модификатор деформации, который мы уже много раз добавляли. Это модификатор Cast. Далее выставить здесь фактор равной единице. Не обязательно, но просто визуально нам будет удобней. Кликаем правой кнопкой мыши Shade Smooth. Мы получили с вами вот такую сглаженную сферу. Теперь смотрите. Нам нужно будет несколько таких сфер. Мы просто дублируем их. Нажимаем Shift-D и размещаем вот таким образом. Давайте еще раз Shift-D. И сделаем вот так. Обратите внимание, что у всех этих сфер у нас один материал. И мы это очень хорошо с вами видим. Вот здесь, по вот этой циферке. Обратите на это внимание. Это важно сейчас. Это нам будет необходимо. Теперь смотрите. Выделяем все вот эти сферы и нажимаем еще раз Shift-D. И размещаем, например, вот здесь. Чтобы повторить операцию, которую мы сейчас сделали, вот это дублирование, мы нажимаем еще раз, но только уже Shift-R. Несколько раз. В результате, если мы переключаемся на камеру, мы будем видеть вот эти все сферы. Также, если мы выберем с вами камеру, то есть ее выделим, кликнем по ней, либо здесь, либо здесь, и перейдем в настройки объекта, то мы можем подвигать здесь эту камеру, поднять и так далее. Давайте сделаем вот так. Нам будет сейчас удобней. Так как мы будем переключаться на эту камеру, и сейчас, когда мы смотрим через эту камеру, и камера-виды, и, собственно, камера-объект у нас находятся в одном положении. Обратите на это внимание. То есть сейчас неважно, когда я говорю такое слово, как камера-виды или обычная камера, это в данный момент одно и то же. Когда мы смотрим через камеру в данный момент на эту сцену. Теперь мы с вами сделаем следующее. Нам необходимо будет изменить немного цвет материала для удобства, чтобы вы видели, что здесь у нас один материал. Чтобы видеть вот этот цвет материала, в данный момент мы можем переключиться на предпросмотр материала. Ну или на рендер. В зависимости, как нам дальше нужно будет работать с этой сценой. Сейчас у меня немного здесь мерцает оверлей. Это из-за драйвера. Сейчас я его отключу, чтобы он нам визуально не мешал. Теперь смотрите. У нас в сцене с вами присутствуют вот эти сферы. Мы можем переключаться на камеру и смотреть как раз на них. Теперь мы с вами сейчас добавим вот этот снова узел входной, который носит название данной камеры. И посмотрим, как нам могут пригодиться вот эти два интересных сокета. Один работает с глубиной, другой с дистанцией. А теперь нам нужно с вами посмотреть на два вот этих сокета. Это Z-глубина и дистанция. Они очень похожи, отличаются только расчетом. З-глубина – это расстояние от каждого пикселя до камеры. А дистанция – это расстояние от камеры до точки затенения. Сейчас у нас в сцене представлены вот эти квад-сферы. У них один материал. Сейчас пока шейдер принципов без дев, мы отсоединим и просто посмотрим на вот эти сокеты напрямую, соединяя их с поверхностью. Сначала возьмем глубину. Сейчас все у нас отображается здесь в данный момент вот этим белым цветом. Но если мы начнем с вами приближаться вот к этим объектам, начиная двигать-двигать колесо мыши, то мы замечаем, что у нас изменяется цвет. Он становится более темным. Чтобы плавно приближаться и отдаляться, и чтобы не было вот этих отсечек, когда мы крутим колесо мыши, мы можем использовать Ctrl и среднюю кнопку мыши. Нажимаем, держим, не отпускаем. И двигаем с вами мышку на себя или от себя. В результате будем плавно приближаться или плавно отдаляться. Теперь надо каким-то образом настроить вот это расстояние. Как нам это сделать? Мы можем, конечно, воспользоваться здесь и добавить узел Map Range. И далее подвигать здесь максимум, если будет необходимо, и минимум. Подбирая нужные значения. Но удобнее всего будет добавить сюда классический узел математики. Переходим в пункт меню Добавить, Конвертер, Математика. Меняем операцию на деление. Обратите на это внимание, это важно. И вставляем вот сюда. Далее подбираем значения. Около, наверное, 10, может быть 11, 12. Давайте подберем где-то, наверное. Пусть будет 11 где-то. Теперь нам нужно каким-то образом настроить эту маску. Смотрите, нам необходимо добавить еще Color Ramp. Вставляем его вот сюда. Переходим в Конвертер и находим цветовую шкалу. Если захотите эту маску инвертировать, чтобы дальние объекты были более темными, чем те, которые ближе к нам, то мы меняем здесь местами вот эти специальные маркеры. Или выполняем команду Flip. Далее берем точку черного и сдвигаем вот таким, например, образом. В результате мы получаем вот такую маску в градациях серого. От белого до черного. Или от светлого до темного. При этом обратите внимание, если я буду отдаляться от этих объектов и начинаю сейчас крутить колесо мыши, у нас все становится темным. Ближе, более светлым. При этом, если мы повращаем сцену, вы очень хорошо увидите, как у нас все это меняется. Благодаря этому мы можем как раз теперь использовать эту маску в разных целях. Мы можем сделать так, чтобы какие-то объекты появлялись, исчезали. Или, например, сделать так, чтобы они по-разному отображались, разным цветом. Это уже выбор будет только за нами. Мы с вами сейчас будем работать с альфа-каналом, так как это очень часто используется, когда создают, например, титры для видеомонтажа. Вот как раз мы с вами сейчас и сделаем. Мы берем и возвращаем на место шейдер Principle BSD, вот сюда. Только берем цвет и вставляем там, где у нас находится альфа-канал. А здесь отсоединяем. Сейчас происходит компиляция, чуть-чуть придется подождать. Я сейчас отсоединю, чтобы они у нас все были красными. Теперь нам нужно немного настроить этот материал. Переходим с вами в настройки материала, вот сюда, где у нас находится как раз Settings. И давайте сделаем следующее. Вместо Deteret поставим старый метод Blended и уберем здесь галочку, чтобы нам просто визуальнее было сейчас удобнее работать. Теперь давайте просто подвигаем и поперемещаемся по данной сцене. Начинаем крутить колесо мыши, замечая, чем дальше будут объекты, они у нас будут исчезать. То есть они у нас фактически будут как бы растворяться. При этом мы можем с вами сейчас переключиться на камеру, которая у нас тоже есть в сцене, и посмотреть на эту сцену через камеру. Не забывайте выбрать, собственно, саму камеру и перейти в настройки объекта камера. И далее, например, используя оси Y, так как мы сориентировались именно по направлению этой оси, двигая данный слайдер, мы можем сделать вот такой пролет данной камеры. И в результате мы видим, как у нас объекты будут, например, чем дальше от этой камеры, они будут просто исчезать. В результате можно сделать какие-то титры, которые будут появляться и исчезать в данный момент в сцене. Очень такую простую анимацию, управляя как раз этим параметром. Но это уже, я надеюсь, вы сделаете сами. Давайте снова кликнем по данной сфере и повнимательнее еще посмотрим. Давайте заметим разницу между вот этой глубиной и дистанцией. Сейчас я снова отключу данный шейдер Principle BSDF и соединим напрямую с поверхностью. Посмотрите внимательно сейчас вот на этот спад. Сейчас главное его только заметить грамотно. Сейчас у нас происходит здесь вот как раз глубина. Если мы переключаемся на дистанцию, здесь будет немножко по-разному у нас как раз происходить вот это затенение. Дистанция дает такое приближенное ближе к сфере, а глубина дает вариант ближе к такому линейному спаду или затенению в неком смысле. То есть мы в результате, получается, что когда работаем с дистанцией, расчет идет от центральной точки самой камеры, то есть точки Origin. А когда работаем с глубиной, представьте себе, что здесь такая плоскость у нас. В некотором смысле вот так их можно сравнить визуально. То есть отличаются только вот по этому затенению. Дистанция в этом смысле выглядит более, мне кажется, реалистичнее в некоторых сценариях работы. Поэтому тоже об этом не забывайте. В зависимости, какой результат вам будет в дальнейшем нужен. Вот этот как раз узел данной камеры очень часто используют для создания тумана. Туман делается по-разному в зависимости, какой он нам будет нужен. Но, как правило, мы можем, например, туман сделать и стандартным классическим методом через настройку вкладки «Мир». Что мы с вами сейчас и сделаем. По-простому, по-быстрому. А сейчас мы по-быстрому с вами добавим туман в сцену через настройки «Мира». Не забывайте, что туман делается по-разному в блендере. Со временем мы посмотрим на разные варианты. А также познакомимся, как делается дождь, снег и дополнительно различные сложные материалы наподобие льда. У нас с вами в сцене сейчас присутствует плоскость, кубик, камера и источник света. Весь оверлей у меня скрыт, и мы переключены на предпросмотр рендера. Также дополнительно в настройках рендера движка Иви можете поставить галочку «Ray Tracing», чтобы сцена выглядела поинтересней. Сейчас у меня кубик здесь представлен вот этим диффузным шейдером. Я выбрал желтый цвет, чтобы нам просто было лучше видно данный кубик. Как нам добавить туман? Для этого в редакторе шейдеров мы меняем объект на мир. Теперь мы работаем именно с узлами вот этого окружения в данной сцене. Здесь присутствует шейдер фона. Как раз вот здесь мы можем изменить цвет фона в данной сцене. Что мы делать пока не будем. Но мы поработаем с вами сейчас вот здесь с объемом. Нам необходимо добавить еще один узел шейдерный. Переходим в пункт меню «Добавить», «Шейдер» и находим узел, который носит название «Volume Scatter». Обязательно прочтите подсказку, которая здесь написана. «Рассеивать свет при прохождении через объем. Часто используется для добавления тумана в сцену». Вот и весь ответ. Соединяем здесь объем с объемом вот таким образом. И получаем вот такую густую пелену, что мы ничего не видим. Нам необходимо настроить параметр плотности, «Density». Лучше всего с удержанием клавиши «Shift» аккуратно подвигать вот этот слайдер, подбирая нужные значения. Сейчас подберем так, чтобы хотя бы сцена была видна. Теперь, если мы приблизимся или отдалимся, мы все равно замечаем, что вот кубик мы как-то, когда приближаемся, к нему плохо видим. А мы хотим, например, сделать так, чтобы мы могли каким-то образом управлять плотностью через, в неком смысле, через камеру. Как нам это реализовать? И вот как раз здесь нам с вами пригодится вот этот узел, который мы только что с вами рассматривали. Переходим в входные узлы, находим узел данной камеры. Берем здесь либо глубину, либо дистанцию. Выбор за вами. Ну, давайте возьмем лучше глубину и подсоединим вот таким образом. Также нам необходимо, опять же, всем этим управлять. Я добавляю классический узел математики. Операция деления. Вставляем. И подбираем нужные значения. Давайте выберем где-нибудь вот так. Теперь смотрите. Когда мы с вами отдаляемся и приближаемся, мы более четче видим данный объект. Давайте подберем так, чтобы нам это было более заметно. Посмотрите внимательно. Чем дальше от объекта, тем он сильнее скрывается в данном тумане. То есть через камеру мы можем теперь с вами управлять. Но здесь еще ряд дополнительных нужно добавить узлов для более качественного такого эффекта. Но со временем, может, посмотрим, как это делается. Но никогда не забывайте, что еще раз в блендере мы можем туман делать по-разному. В зависимости, какой он нам нужен будет. Но на всякий случай все необходимые ссылки я вам оставлю в описании. В будущем к этой теме обязательно вернемся.